Это третья часть из серии роликов про игру Ведьмак 2. Ссылки на предыдущие серии в описании под роликом. Мало того, там же есть ссылка на плейлист с роликами про первого Ведьмака. Всё для вас, ребята. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, Малиновый Варбосс. И сегодня мы с вами продолжаем вкушать такую странную историю жизни нашего ревийского жмыха по имени Геральт. Я алкоголик Косипоша. И в прошлый раз мы с вами остановились во Флотзаме. Любопытный городишко под предводительством обиженной лысинги. Я ушастая коленка. Что ж, тогда пора бы нам с вами продолжить куролесить и веселиться в рейд Шадоу Леджендс. Многие из вас знают об этой чертовски приятной идее, но вот вопрос. Много ли людей знает, что игрока ждёт в конце? Финалом рейда по праву считается роковая башня. Это величайшее странение представляет из себя гигантскую темницу. В этом ужасном месте держат самых опасных чудовищ этого мира. Это даже не гипербола. И именно тебе предстоит этих чудовищ кокнуть рожей об забор. В этом месяце в рейде происходит много всего. Буквально каждый день новые мероприятия, события. Множество героев выходят и ещё больше выйдет. Конкретно в этом месяце вас ждёт большое обновление. Лагерь хранителей. Это обновление даёт доступ игрокам к системе Стражей Фракции, которая по сути является новым способом получения легендарных героев, или же апгрейдом старых. Всё сообщество с этого обновления в радостном шоке. Друзья, каждое скачивание поддерживает мой канал. Помогите мне собрать нужное количество инсталлов. За актуальным их числом можно следить в описании под роликом. Так чего же вы сидите и ждёте? Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под роликом. Или сканируй QR-код, качай рыть сугубо по моим ссылкам, и в качестве нового игрока получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического героя Чунору в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде! На самом деле я не был с вами до конца честен в предыдущем ролике. До того, как Геральт получил фирменный портак от синих полосок, он умудрился наделать очень много дел в этом самом городишке. Побыл, так сказать, решалый. И именно про эти дела я вам сегодня и поведаю. Например, он совершенно внезапно наткнулся на копников, которые сразу же узнали его. Они поведали, что прямо сейчас схватят его за бледные булки и отвезут в Изиму, где срубят гривны за бошку убийцы короля. Вполне очевидно, Геральт не разделяет энтузиазма, а потому... О, черепашким камнем напугать это кринч! Многие почему-то ошибочно полагают, что черепаший камень буквально работает как ультимативный оберег против ведьмаков, магов-гомосеков и прочих магических приколов. Короче, инфо-цыгане на кретинах наживаются и правильно делают. Вообще говоря о дебилах, мне порой хочется немного заикнуться про местных неписей. Вот прям немножечко нагорело. Не насчет характеров, но насчет модели поведения. Я прекрасно помню, как в первом Ведьмаке то и дело не мог найти тех или иных товарищей просто потому, что они в разное время суток чилили то тут, то там, спали, жрали, ели. Все-таки разрабы вдохновлялись готикой. Однако же, во второй части подобную симуляцию не сделали, и это, конечно же, обидно, ибо убивает погружение в игру. Все неписи буквально чилят на них и тех же местах. Золтан с Лютиком так вообще из трактира не выходят просто потому, что они два алкаша, видимо. И Твист с ними вечно за компанию, потому что она, видимо, тоже заядлая алкоголица. А с шампусиком меня пробивает на хи-хи. В общем, как обычно. Сизипожек-то. Зато видно, что разрабы куда больше сил влили в квесты, нарратив и случайные события. В городе наш седовласый уродец может затолкнуться с двумя учеными-мужами. А, день добрый. Можно тебя на несколько слов? Некоторое время назад мы создали алхимическую субстанцию. Мы хотели бы испытать ее в лабораторных условиях в зиме. Они очень настойчиво просят ведьмака поднять участие в рубрике «Эксперименты». Что эксперимент из себя представляет, они почему-то не говорят, даже когда ведьмак байтится из-за природного любопытства и тупости. Да. Превосходно! Великолепно! Какая прелесть. Я хз, буду ли когда-нибудь делать ролики по третьему ведьмаку, так что скажу сразу, что на Геральте они испытывали лекарства от бесплодия в результате магических опытов. Если все пойдет по плану, то к яичкам ведьмака вернется сила плодородия, а его огуречек обретет силу земли. Правда, сработал ли швурдяк или нет, нам, к сожалению, понять не дают. Я на данный момент играю на темном уровне сложности. Это предпоследний уровень хард новости, который отличается от последнего лишь тем, что после смерти не удаляются свои файлы вместе с ебалом. И конкретно при игре на одной из последних двух сложностей открывается доп-контент в виде козырных сетов брони. Допустим, во флотзаме мы можем смайнкрафтить себе сет свято отца. У него достаточно козырные статы, но вот скрафтить их дело то еще, ибо при крафте с вас ресурсов возьмут много, да и вместе с ними последние портки. И, кстати, да, в игре появился крафт предметов. Кузнецы и ремесленники способны сваргане Геральту бронежилет, оружие и всякую мелочь из фикс-прайса. Реализован крафт не на самом высоком уровне, но мы, думаю, это простим, ибо как минимум в этом городке хотя бы кузнецы харизматичны, приятны. Мастер, глядите, кто к нам пришел. Великан кузнечного искусства нас не слышит. Занят. Не покладая рук трудится. Ты как, ведьмак? Как жизнь? Хорошая у вас мастерская. Эээ, да какая тут мастерская? Но за добрые слова спасибо. И от мастера, и от меня. Так чем могу помочь, а? Помимо приятных кузнецов, тут еще есть глава коммуны нелюдей. Тоже приятный мужланищем. Приветствую, белый волк. Что ты ищешь? Располагайся, будь как дома. Мы встречались? Нет, но я много о тебе слышал. Точнее, читал. В письмах из ревийской диаспоры. Рад знакомству. Мое имя Эйнар Гусель. Я держу лавочку древностей. Кроме того, я возглавляю здешнюю общину нелюдей. У него можно затариться книгами полезными и сделать модную прическу. Вот уж то что, а за прически спасибо. Хотя лично мне не хватает возможности сделать Ведьмака скином. А еще этого краснолюду можно обыграть в кости и увидеть немного кекную реакцию. Я проиграл. Деньги мои. Вот они. Только больше с тобой играть не буду. Сказал мальчик, дядя после игры вышел на крылечко, сунул пальчик в колечко. Не вот что интересно. Чего? Что же ты вот этакий Ведьмак жрет? Грибы. Картоплю? Почему картоплю? Он же человек, как и мы. Кровь у него идет. Идет. Потом он обливается. Значит, ты картоплю живет. Слышала про новую позу? Ведьмак и стрыга. Хе-хе. Нет, расскажи. Ведьмак выпивает, ну, там, с собой усыться. Засыпает, как убитый. Утром просыпаешься. А ты девственница. Хе-хе. Под таверной находится портель. В нем, само собой, можно снять себе даму, дабы увидеть приятную глазу катсцену. Я так и делал. А потом сразу же загружался. Ничего личного, просто в Ведьмаке реально тука с деньгами. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Спирт. Мадам Гарвена – это местная момаша у куртизанок. Ее мы уже видели в некоторых моментах. От нее можно узнать весьма забавные вещи. Например, то, что она вполне запугана комендантом Лореды и старается лишний раз политической чуши не нести. Налоги аккурат такие, какие должны быть. Он всей торговлей в факторе и заправляет. Так что мы на него не нарадуемся. Ты с ума сошла, женщина? Фактория тонет в нищете, Лореды обдирает вас как липку, а его люди делают, что вздумается. Не надо так говорить, мастер-ведьмак. Я про коменданта дурных слов не потерплю. Святой человек – одно слово. Ты его боишься? Сгинь, подстрекатель. Когда еле сдерживаешься, чтобы не сказать, что Лореда – коррумпированное лысое быдло. Кстати, о политике. Помните Талера? Конечно же вы помните Талера. Этот высохший кизяк с моноклем. В общем, его связной блюдит за ситуацией во флотзами и, завидев Геральта, подзывает к себе. Ведьмак Геральт по прозванию Белый. Тыдер! Нет, я местный работяшка. Талер предупреждал, что у тебя острый... Тебя прислал Талер? Он самый. Мне сюда по делам нужно было съездить. Так он мне всё капал на мозги, пока я не согласился передать тебе кое-что на словах и посылку в придачу. И что Талер хочет сказать? Слово в слово. Слушай, сука, во всём Роше, потому как он патриот, хоть и хер моржовый. Стервятники уже кружат над трупом Фольтеста, но я справляюсь. Достань этих пидоров и сам постарайся не сдохнуть. И этот, как его, под скриптум, в замке ты облажался. Да я понял уже, что обосрался, хватит мне напоминать об этом. А теперь я желаю вам поведать про весьма показательный квест, который даёт нам лишний раз убедиться в неоднозначности добра и зла в игре. Тут нет добрых и злых, тут есть мудаки и новые ребята, правда вот Геральту порой приходится выбирать буквально из двух мудаков менее мудачного мудака. Прогуливаясь по окрестностям, Геральт натыкается на стражников, кошмарящих бедную несчастную тяночку-писичку-эльфийскую. Что здесь происходит? Это Курва, шпионка скотогелей. Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она всё время торчит в гарнизоне и пристаёт к нам. Родрик говорит, что трахнул её. Только я вот не верю. Да я трахнул? Верю, я верю, да, я верю. Это все доказательства? Замечательно, её обвиняют в том, что она стала причиной смерти некоторых бытлостражников, и что она является лазутчицей скотельских экстремистов. Мол, по подозрениям, она заманила стражников в пещеру, а там они, короче, никто из пещеры не выходил живым. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врёт, сука. Она завела их в засаду. Геральт нанимается на это задание, дабы срубить лёгкий бабос. В пещере же его ожидают накеры, которые по желанию разрабов с чего-то вдруг орут, как дикие кошки. Странное решение. Лично я бы вставил немного иные звуки. Кстати, поскольку я играю на харде, эти кучи накеров являются для ведьмака с прической Люциуса Малфы очень опасными врагами. Буквально дамаж и эльфы нападают. А потому я юзаю особый ведьмачий лайфхак. Закидываю этих школьников гранатами. Прямо как в батле. В конце пещера ведьмак обнаруживают трупы страшников, однако убиты они далеко не нахерами, а с коетоелями. И теперь же пред Белобрысом встаёт выбор. Нашахачить как Криса и тем самым встать на сторону Флотзама, или же соврать и встать на сторону с коетоелей. По секрету скажу, что если встать на сторону Малены, то она в конечном счёте предаст Ведьмака и заманит её в ловушку, дабы убить. То есть буквально поведёт себя как самая настоящая тварь. Весьма сомнительный и печальный исход событий, ибо Геральт мало того, что оказывается в дураках, так ещё и ничего не зарабатывает. Так не пойдёт. Наиболее правильным вариантом будет сдать Малену. Они мертвы. Их убили из лука. Я ничего об этом не знаю. А ты как думаешь, Ведьмак? Похоже на то, что двое солдат забрались в пещеру. Попугать страшилищ. А может потому, что кто-то их туда заманил. Не знаю, сколько чудовищ они убили, но знаю, кто убил их. С Кейтаэли. Не может быть! Объектен! Насколько я знаю, накеры не умеют стрелять из луков. Эй, мужики! А ну, на сук её! А потом вместе с ней пойти на некое место, где якору будет доказана её невиновность. В том месте будут сдать эльфы, но это не да, ибо все они будут убиты. Страж будет ликовать от такого исхода событий, ведь помимо взятия Малены за жопу были ещё убиты лесные бандиты. Белки сраные. Спасибо за помощь, Ведьмак. Держи деньги. А ты, эльфская дрянь, пойдёшь с нами. А Малену же отведут к Лоредо, где... В общем, грустно и там будет. Все вы сдохнете! Будьте вы прокляты, тхойне! Петух закукарекал за место Авроры. Из этого квеста можно выделить для себя весьма интересные выводы. Например, то, что абсолютно никому в этом мире нельзя доверять. И даже если ты попытаешься пойти по якобы доброму пути, то ты вполне можешь оказаться максимально в дураках. А те же стражники-расисты вполне могут оказаться нормпочинами, хоть и восянами немного. Думайте сами, решайте сами. Я люблю думать! Но я трахнул! Ага, поверил. Ну и бредятина. Если бы предыдущий квест вам показался неплохим, то от следующего вы, скорее всего, словите куда более яркие эмоции. Я бы даже сказал, кайфанёте! Недалеко от Флотзома находится психушка, которая в давние времена сгорела вместе с шуе-пациентами и юзерами Твиттера. Очевидно, что данное место кищит злой силы, однако это не остановило парочку любопытных дебилов. Ты нам поможешь? Я уж думал, не выберусь отсюда. Что с тобой? Со мной всё в порядке, но мой друг остался в этой проклятой лечебнице. Меня зовут Руперт Брандхубер. Я доктор из Айдирна. Мы с моим товарищем разыскиваем редкие травы. Этот лес не лучшее место, чтобы собирать травки. Нам говорили, но мы не поверили. Мы дошли до пепелища. Трав никаких не было, но внизу там было что-то ужасное. Он врёт. Я бы даже сказал, врёт. Два травника в психушку не полезли бы. Какие вы там травы искали? Погребную полынь? Подвальную морожку? Но делать нечего. Геральт решает помочь. Но не из жалости, а скорее из любопытства. Самой лечебнице творится самая настоящая дичь. Не надо было этого делать. Они были безумны из внешних обитателей. Получность. Призраки, голоса, ужасы, дурдом, короче. Я киркай из Майнкрафта. Кстати, в этом месте нам наконец-то встречаются призрачные противники. Одни из самых противных врагов в игре. Порвут Гербальту очко, как обмякший в чай бублик. Бой с ними каждый раз превращается в сценку из Бенни Хилла. Разрабы чё-то слишком переборщили с Dark Souls-щиной, так сказать. Я люблю перекатываться. Уи! Уи! Ай! Вот блин. Пройдя через все эти ужасы и прочитав разные записки, Геральт понимает, что в этой лечебнице до этого творились весьма тёмные дела. У нас, кстати, в России похожая лечебница есть. Луль. В конце концов, пропавший чел находится, а находится он в очень тяжёлом состоянии шокированного додика. Возьми себя в руки. Я не виноват. Это не я. Не я! Благо на удачу в этой лечебнице уцелели некоторые колбы с успокоительным, быстро восстановивший несчастному рассудок. Правда, стоило ему очнуться, как Геральт сразу же начал допрос. Отвечай, а то швабов туза засунул. Послушай, и ты, и твой приятель, вы оба врёте. Это видно с первого взгляда. У этого места очень мрачное прошлое, и похоже, вы имеете к нему самое прямое отношение. Понимаешь, о чём я? Да. Место для допроса не подходящее, но куда деваться? Чел рассказывает столицу, из которой узнаётся, что он и товарищ эйдирские солдаты, которые во время войны с Нильгардом служили тут при военном лазарете. В один из дней к ним попал в плен нильгардский солдат, знавший, куда солдаты прятали все украйденные воедирные ценности. Солдаты поняли, что сорвали лютый джекпот, решили напоить его местной травой, дабы узнать место закладки и глубину прикопа. Правда-то они в итоге узнали, однако далее всё пошло совсем не так. Сначала недовольному ждыцу пти психушки вскрыли череп. Потом нильгардцы решили казнить на глазах у психов чисто ради рофлов. А далее, вполне ожидаемо, у психов случился стресс а-ля Darkest Dungeon, и они устроили погром. Они и раньше бывали буйными, а когда увидели кровь, то они как с цепи сорвались. Многих пришлось зарубить. Даже и не знаю, как вспыхнул пожар. По итогу психушка загорелась, а из выживших психов оказалась в живых лишь некая милая тяночка, которая переспала с командиром, а на вторую ночь убила его и сбежала вместе с картой сокровищ. Эти же двое спустя столько времени решили вернуться сюда, ибо решили, что смогут найти ту деваху. В жизни мне не повезло. Руперту пришлось еще хуже. Это последний шанс, чтобы одурачить злую судьбу. Фортуна нам один раз улыбнулась. Может, мы еще у нее в милости? Ой, я бы на это не рассчитывал. Абсолютно кретинская мысль. Настолько кретинская, что уже сомневаюсь, спасать ли этих двоих или нет. Дерлеча решается, ну, куда более решительный поступок. Снять проклятие с этого места. Тупо на экзорцистычках. Уходи! В этом порыве он идет искать труп того самого Нильфа. Правда, вместо этого он находит его призрака. Волк привел волка. Чего ты хочешь? Их смерти? Двое из двадцати вернутся туда, где не осталось ни одного. И их осудит один. Если он будет милостив, то накормит ими мертвых. Если же жесток, даст им то, зачем они пришли. Пророчество. Отлично, этого можно было ожидать. Проклятие держится на этом засранце. Он жаждет месть, а потом требует привезти к нему этих двоих, дабы он их анально покарал. И лишь только после этого он покинет это место и успокоится на Чиле. Они заслужили страдания. Ты принесешь мне их сердца, чтобы я мог убиться их трусостью. Ты принесешь мне их глаза, чтобы я мог в них взглянуть. Герджи на это отвечает «Ага!» И валит вместе с потерявшимся кретином. Грыдля, ты жив. Что было внизу? Я встретил дух имперского солдата. Ты ведьмак. Вот избавься от него. Ныне встает перед нашим героем еще один выбор моральный, который по факту тоже не так прост. Он может пойти по легкому пути и сдать этих двоих Касперу Дэд Инсайту. Это было бы честно и справедливо, но не совсем по ведьмаче. Второй же путь представляет себя попытку обмануть призрака, принеся им сердца и глаза свины. Проголодался? У меня есть свежайшее мясо. Вчера забил молодых кабанчиков. Имеется телятина и дичь от эльфов. Лучшего мяса нигде не найдешь. Мне нужно два свиных сердца и две пары глаз. Зачем это? Для голодных и страждущих. Ладно, не мое это дело. Люди говорят о ведьмаках разные вещи. И почти все правда. А в штанах он два хера держит. Правда. Лично я выбираю второй путь, как минимум потому, что он имеет очень любопытный исход событий. Геррид берет с призрака слово, что если он отдаст ему сердце и глаза, то днильф снимет проклятие и свалит. Солдат неохотно соглашается и следом ловит Роуфл от находчивости ведьмака. А теперь дай мне то, что принес. Да, глупец. Ты не можешь обмануть мертвых. Ты хотел ограбить меня. Украсть мою месть. За это ты разделишь судьбу двух других злодеев. Случается драка, в ходе которой Геррид побеждает призрака и с чистой душой левает. Я уничтожил дух нильфгаардского солдата. Спасибо тебе, ведьмак. Теперь же настало время решить, что делать с этими двумя. Я снял проклятие, но виновные должны быть наказаны. Что ты хочешь сделать? Я отведу вас к Лоредо. Пусть он с вами разбирается. Нет, мы никуда не пойдем. Заткнись. С моей руки Геррид задает этих двоих властям, дабы Лоредо разобрался с ними, однако совершенно внезапно этих двоих встречает мерзкая старуха с весьма странными словами. Гости, славно, отведи их ко мне. Вспомним старые добрые времена. Это страшная дама, мать Лоредо, а еще именно она та самая деваха, которая сбежала с карты сокровищ. Вполне возможно, командир, которого она убила, является отцом Лоредо, а должность и имение во флотзами были куплены на найденные сокровища. Мда уж, непростая у нашего коменданта судьбинушка. Однако, пусть это не отвлекает вас от мысли, что Лоредо мерзкий подлец и сукин дочь. Этому доказательству узрите такую историю. Под мостом в порту ведьмака подзывает к себе некто. Эй, седой, у меня к тебе предложение. Ой, будешь? Приветствую тебя, ведьмак. Я еще одну формулу, и ты мог бы мне очень помочь. Я не травник. Я знаю, кто ты. С его слов, местный торгаш благовониями торгует некой особо гадкой вещицей. Чел желает вывести его на чистую воду, а потому желает получить рецепт этих благовоний. Разумеется, этот чел врет, его мотивы куда более корыстны, но это не отменяет факту, что у жителей реально появляется зависимость от товара. Этому свидетельствуют и местные жители, которые скопились около лавки, дабы поворчать. Ты ведьмак? Да. Тогда сделай что-нибудь с этой дьявольской аптекой. Этот выродок безнаказанно продает отраву. Мне казалось, это благовония. Благовония вывеска. Люди привыкают к этому, а потом теряют разум, как от физштаха. Мы все торчим с этого товара. В обычной ситуации Геррид может и помог бы жителям, но торгаш вполне. Неплохие ингредиенты имеет в продаже, а потом закрывать его лавочку было бы как минимум поебантяйски. А потом ведьмак просто вываливает барыги все как есть. Говорят, одно из твоих благовоний это сильный наркотик. Наркотик? Меня? Что за вздор? Одна женщина сказала, что он действует как физштех. Может, на эту женщину все действует как физштех? А, понял. В таком случае, почему все так хотят его получить? Только не говори, что все из-за запаха. Но так и есть. Я очень долго работал над ним, а ингредиенты стоили мне баснословных денег. Просто мои клиенты знают толк в хороших вещах. Я тебе верю. В его словах есть правда, но забегая вперед, я лишь скажу, что он просто продавал физштех. Немного в ином виде, в виде ароматических палочек, но суть та же. Торговец отдает героев как-то фальшивую формулу и уже с помощью нее ведьмак выводит на чистую воду чела под мостом. Правда же, оказалось в том, что чел держит недалеко от Флотзема тайную лабораторию, в которой производится физштех. И все бы ничего, но в ходе разговора случаются внезапные открытия. Ты даже не представляешь, как трудно в наше время найти квалифицированных специалистов. При Бленгейме я работал только с лучшими алхимиками. Бленгейм? Знакомая фамилия. Это кто-то из Флотзема? Нет, из Вазимы. Старая история. Минутку, сейчас узнаем результаты. Нехорошо, ведьмак. Обмануть меня хотел? Ты за это заплатишь. Остатки Саламандры во Флотземе. Кто бы мог подумать? Сложите оружие и пойдем со мной. Ты что, смеешься? Эй, ребята, займитесь этой мразью. Да, буквально рядом со Флотземом обитают Саламандровы недобитки. И если вы считаете, что это для Лореда тайна, то вы знатно ошибаетесь. Помимо рубки бабла с конфискованных товаров у торговцев в боев и коррупции, Лысый также имеет неплохие деньги с долей от продажи физштеха. Однако на этом негодяйство Лысого Гондона не кончаются. По Флотзаме случилась весьма странная беда. Тролль устраивает беспорядки. Именно! Тролль! Лоред даже назначил награду за его голову, но мы, думаю, попробуем и без убийства обойтись. В лесу Геральт спасает от макеров деревенского мужика. И тот выливает ему свой бугурт. Спасибо, ваша милость. Так и умом тронуться недолго. Проклятый лес киш-мя-кишит всякой чертовщиной. Да вдобавок этот сучий сын совсем спятил. Кто? Тролль. Много лет берет подать за проход через мост, а взамен должен следить, чтобы тот не развалился и чертей отгонять. Так в чем дело? Купцы спорта меня послали, чтобы я разузнал, что там и как. Убраться из города можно только одной дорогой. Так вот, и гляжу я, мост развалился, а эта бессовестная елдыща тянет ко мне лапы и требует водяры за проход. Это мне по руинам идти? Я спрашиваю. А он как в морду мне даст, так я все звезды пересчитал. Лореда назначил награду за голову тролля. Этот сучий потрох, будь его воля, нас бы вообще от мира отрезал. А мост нам нужен. Только починенный. И тролль нужен. Только трезвый. Ежели хочешь заработать, ты тролля не убивай, а сходи лучше к нашему войту. Он тебе разъяснит, что к чему. В самом деле, староста поясняет, что тролль норм тип и его бить не нужно. Угомонись, алкаш, не бей. Он стал быть полезный. Да от него пользы больше, чем от Лореда. Вина не пьет, мост чинит, не балует, не трожь тролля. Он худо-бедно чинил мост и благодаря ему жизнь шла своим чередом. Однако случилась беда. Но штука вся в том, что тролль у нас запил. Давайте я покажу, как оно выглядит. Дирк берет на свои плечи весьма необычный заказ по вытаскиванию тролля из запоя. Что ж, для этого придется встретиться с этим проказником. Нет. Чего? Нет ходить. Дай водка. Будет ходить. Я похож на трактирщика? Нет водка. Нет ходить. После порции целительных оплюх тролль наконец-то заговорил и, честно говоря, его история лично меня тронула. Хватит. Не надо драка быть слушаться. Ты пьян. Водка хорошо. Голова больно. Разум не больно. Разум без причины не болит. Бабу мою убивали. Хорошая была. Мясо готовила. Кто ее убил? Не знаю. Сидел на мосту. Пошел к логову. Мясом не пахнет. Баба лежит. Без голова. Надо пить. В корчму не идти. Люди убьют. Надо пить. Сук, жестокий мир. Дать водке, краснолюд. Тебе водка совсем глаза залила. Ну, значит, тебе нам надо найти тех, кто убил тролиху. Это уже какой-то детектив начинается. Я Шерлок Спиртс. Общавшись с товарищами, Геральт подцепил немного догадок, с кого стоит начать поиски. Я хотел тебе кое-что спросить, Золтан. Садись, Геральт, старина. Пить в одиночку и да как... Срать в компании. Почему Платона называют основоположником идеализма? В чем суть его теории идей? В другой раз. Ты тут сидишь дольше меня и знаешь местные порядки. Да какой из меня знаток? Ну, спрашивай. Зачем кому-то могла понадобиться голова тролля? А на что по стенам медвежьи бошки вешают? Чтобы показать какой хозяин молодец. Да такому мужику с башкой тролля десяток баб даст юбку задрать. Спасибо. Ты куда это? Пойду пройдусь по халупам в бендюге. Обыскав все дома, ведьмак обнаружил голову и местного чемпиона по костям, который рассказал, что голову ему продали бандиты некого Димитра. Именно этот негодяй осмелился напасть на тролиху и отрезать ей тело по самое ебанее. Геральт выигрывает эту голову в кости и идет по душу Димитра, чье местоположение он выпытал у одного из его бандосов. Если ты мне не скажешь, где сейчас Димитр, я по стенам твои кишки развешаю. Ладно, ладно. На самом же месте ведьмак обнаруживает типичную такую рутину ублюдошества. Не, Лоредо догадается, что это обычный эльф, а не белка. Хрен он там догадается. Уши острые? Острые. Нарядим труп в зеленой тряпке, а Лоредо нам отвалит сотку. Он всегда столько за голову дает. Говорят, Малена берет еще больше. Выходит, стражников мочить еще круче, чем эльфов. Не хочу я больше слышать про эту суку, ясно? Продала нас, шмара. Ничего, скоро я с ней посчитаюсь. Не шибко ты ее ублажал. Нельзя девушку упрекать за амбиции. А этот жмурик кто такой? Положим его с нашей покойной белочкой. Какой-то шпик из Возимы. Лоредо велел от него избавиться. А раз на нашей жмурне появились свободные места, надо пользоваться, покуда есть возможности. Не похож на шпиона. Шпионы, когда мертвые никогда сами на себя не похожи. Ага, надо будет его еще обыскать, прежде чем в землю уйдет. Ты, Димитр. А твое, сука, какое дело? Тебе привет от тролля. Убить его без свидетелей. Ведьмак убивает их и восстанавливает вселенскую справедливость. Еще можно в лесах найти логово этих бандитов, но думаю, без Димитра они разбегутся и дружно леснут бибас. А нет, я в принципе всех убил, так что нормально забейте. Просто гопоту бомбами закидал. Ста! Герет обнаруживает труп шпиона, работавшего на Таллера. Димитр с пацанами убил его по приказу Лореда. Из письма про него следует, что лысый начальство Тимирскому врет. Вергушки совсем не знают ни про Йорвита, ни про фисшных и саламандровых недобитков, которыми Лореда себя окружила. Плюс преступник Димитр и вовсе не казнен, а работает, работал на Лореда. Бардак в общем. Ну ладно, с этим мы еще разберемся, а пока что обрадуем Тралях хоть какими-то хорошими новостями. Я нашел голову твоей жены. Никогда тебе этого не забуду. Я не забуду. Награду дам. Я наказал убийц твоей жены. Моей? На кладбище найдешь то, что от них осталось. Найду. Починишь мост? Починю. Только гляди, чтобы лапы не тряслись. Нет больше пить. Разум стал спокойный. Лично я рад, что с Тролем все так решилось. Разве что с одного момента у меня знатно так подгорело. Не знаю, то ли это Рофл со стороны разрабов или что, но в награду за квест Троль отдает нам чертеж доспехов Ворона. Ты что ты как, откуда? В первой части мы родительных доспехов срагу рвали, а тут вот просто вот так Такая вот была у меня реакция. Однако я потом погуглил и понял, что это ошибка слышу Рофл от локализаторов. Ибо сам доспех называется доспехами Охотника. Меня походу реально затраллили. Еще затраллить меня пытался староста, не доплатив за работу, но благо Геральт сумел его осадить. Я договорился с тобой и с троллем. Он сдержал слово. Ты нет. У меня нет таких денег. Ты поищи. А если не найду? Тогда я поищу. Это разбой. На, подавись. Фух. Ну и поселение, блин. Геральту очень альтернативно повезло оказаться здесь. Столько всего повидать. И столько проблем решить за короткий период. А покой Герванту только снится, блин. Хотя, с другой стороны, мы ведь сами вполне понимаем, что если бы не он, то ситуация во Флотзаме приняла бы более трагичный оборот. Ведь если не Геральт, то кто найдет управу на лысого мудака? Это не Геральт. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»